Александр Иванов к вопросу хранения своего байка подходит со всей серьезностью. К слову, у него целых три велосипеда, и все они располагаются в домашней кладовой. Юноша признается, не доверяет противоугонным средствам. Не пользуюсь, потому что это мусор, он не защищает ничего, его сломать как бы раз, два, три просто. Лучше заносить домой, в гараж, в сарай, закрывать на замки. Противоугонки не спасают. Константин Чупров совсем недавно приобрел велосипед. Сразу же проконсультировался с друзьями. Все-таки следить и ухаживать необходимо тщательно. Совет был один. Держать велосипед в квартире. Так надежнее. Я не пользуюсь, потому что смысл. Я просто в кладовку, когда суил велик, да и там все равно один ключ только на весь дом. Так что никто все равно не возьмет его. Велосипед Никиты Андреева не раз был в розыске. Именно поэтому юноша решил хранить его не в подъезде, а в квартире. Затаскиваю обычно квартиру, в квартире храню. Так безопасно было. Были случаи, когда велосипед кралили. У тебя? Да. Находили? Да. Ян Споченков предпочитает велосипедам самокат. Бережно к нему относится. Не оставляет на улице. Что и всем советует. Просто дома держать, потому что их можно только разобрать, и они, ну типа все там, много места не занимают. Велосипеды, ну либо на противогонку, когда кататься, снимать ее дома оставляющие, либо тоже домой занесить. Кражи велосипедов, детских колясок и другого подобного транспорта происходят чаще всего из подъездов жилых домов, школьных и дошкольных учреждений, а также с территории, прилегающей к магазинам и учреждениям на территории округа. В текущем году зарегистрировано 8 фактов хищения, связанных с велосипедами и самокатами, в том числе и запчастями к ним. Злоумышленники пользуются беспечностью владельцев, оставляющих свои велосипеды, самокаты в подъездах и на улице, зачастую без использования велосипедных замков, блокирующих устройств. Для того, чтобы защитить свои транспортные средства от угона, необходимо воспользоваться средствами защиты. Это скобы, трос, цепи и замки, которые помогут снизить вероятность угона. Пристегивайте велосипед в людном месте. Используйте два замка. Основной V-образной скобой пристегивайте раму, а вторым устройством – раму и колесо. Полностью обезопасить себя от краж велосипедов, самокатов невозможно. Но можно соблюсти простые правила, которые позволят сохранить свое имущество или свести к минимуму совершение в отношении вас преступления. Для парковки велосипеда выбирайте охраняемые безопасные места, не оставляйте велосипеды в подъездах, жилых домах. В надежде на то, что кодовый замок или домофон помешают преступнику похитить имущество. Кражи из подъездов самые распространенные. Если же все-таки у вас угнали двухколесный транспорт, не стоит терять времени. Следует срочно позвонить в полицию. Необходимо указать место, время и другие обстоятельства кражи. Вы должны знать марку, модель, год выпуска велосипеда, тип тормозов, расцветку, номер рамы, ростовку. Особые приметы и фотографии велосипеда.